Всё равно не понимаю, как быть модной. Здорово, ребят, я нацепила чёлку, я сегодня её пыталась уложить, и... не знаю. Сложно сказать. Я не выгляжу сексуальной бомбой, которую я себе представляла. Которую я себе представляла, когда нацеплю чёлку. Ничего из этого не случилось. Пока что не знаю, что должно произойти. Но я постараюсь сегодня снять какого-то контента с чёлкой. Может быть, как-то у меня получится что-то красивое, пока не знаю. Она мне, я думаю, всё равно не идёт. Я без чёлки намного привлекательней себя ощущаю. Вчера мы снимали со Славой реакцию на видео инстасамки. Вчера же всё это дело смонтировали, и уже всё это дело на канале у Славы. Рассмотры растут, и комментарии тоже. Но, в целом, никто про нас какие-то гадости не пишет. По сути, мы, ну не знаю, может быть, где-то мы и жёстко про неё что-то сказали. Но как можно ещё реагировать на человека, который позволяет себе такую дичь? Один комментарий. Мы до сих пор в Телеграме с моими крысями любимыми. Это, ну, для моих подписчиков, которые в Телеграме, крыся — это очень приятное слово. Потому что это значит, что мы очень родные и близкие. Ржём над девочкой, которая оставила комментарий под видео у Славы, где написала о том, что изменилось мнение Юли на 360 градусов. И мы ржём с того, что получается, что оно не изменилось у неё. Ну, типа, и кто-то напишет, промахнулась на 180 градусов. Ну, короче, ладно, суть не в этом. Суть в том, что, да, мы даже зачитаем этот комментарий ради интереса. До этого я любила Юлию, но после просмотра этого видео моё мнение поменялось на 360 градусов. Про Славу вообще молчу. Неподобающий мужику. Человек просто устал это терпеть, так как время — это ценное. И высказывать своё недовольство к такому отношению, к себе, в своих влогах Юля тоже высказывает своё недовольство и ничего. И обсирать её песни «Уй-нёй» некрасиво, прежде чем кого-то полить грязью, нужно в себе разобраться. И да, я не фанатка инстасамки. Мерзко на вас смотреть, честно. Да, мы злые. Я не стеснялась в выражениях, не выбирала. На что я этой девочке писю? Если мне не нравится, я считаю это уй-нёй. Простите, одно дело высказать недовольство, а другое — кидать в курьера пепельницу. Интересно, если бы вас кинули пепельницы, вы бы так же писали? Вы что, не понимаете, почему она нас бесит? Не потому, что она злится, что курьер опоздал и так далее. Это никому не понравится, и никто не будет счастлив, если его время тратит. Мы говорим про её хамское поведение. Можете не любить меня и не уважать мнение Славы, но, судя по всему, для вас норма то, что делает Дарья. Может, вы себя тоже не уважаете? Вообще, в начале недели влогов я думала поставить себе этот челлендж, типа я всю неделю должна ходить с чёлкой. Но потом я такая типа, ну ладно, пустим. Потому что, я не знаю, я бы с ума сошла, наверное. При каких-то поворотах, ракурсах, наверное, неплохо. Может, как-то так? Такая Ариана Гранда. Шутка. Короче, к чему я клоню? Да, мы, конечно, злые, то, что мы что-то высказались. Может быть, неправильно так поступать. Может быть, бог нам судья, я так считаю. Но, по сути, что мы сказали? Мы злимся не на то, что она злится на курьера, который не приехал вовремя. Мы злимся не на то, что этот там курьер её время потратил. Или, я не знаю. Нас бесит именно отношение к таким ситуациям её. И именно то, как она пытается, типа, решить эту ситуацию. Ну, как решить? Просто, не знаю, когда у меня какая-то... Кто-то написал то, что, типа, ничего так, то, что я тоже иногда в видосах высказываюсь. И говорю то, что, какого хрена? Где курьер? Почему опоздал? Да. Ну, извините меня, я же не кидаю ему пепельницу в лицо или куда она там кинула. Если ко мне опоздает человек, которого я жду, визажист, ещё что-то. Ну, я просто ему скажу то, что вы меня очень подвели. Ну, короче, мы в видосе Славы всё сказали. Ссылку оставлю в описании. На самом деле, мы много чего там сказали. И вообще, в итоге, эта наша реакция вышла на час двадцать. И мне кажется, что мы там всё сказали по факту, да, где-то, может быть, обосрали маленько. Но, ну, просто неприятная личность. Неприятная. Вчера у нас оставался брат Славы. Приезжал в гости, поэтому я решила не снимать влог. И поскольку мы ещё снимали вчера реакцию, я тоже решила, что не буду снимать влог. Потому что это у нас много времени заняло всё-таки. Но нам нормально. Нам было весело. Мы давно хотели попробовать что-то такое снять. Не связано я с инстасамкой, просто реакции хотели попробовать снять. И мы уже когда-то пробовали, но у нас вышло не очень. Поэтому, в принципе, я думаю, что то, что у нас получилось, получилось неплохо. Очень неплохо. Я горжусь нами. Тем временем, в моём телеграме уже двадцать пять тысяч подписчиков. Я вам говорила, что ноготь сломала, да? Тут откололся. Думаю, какой сделать следующий маникюр. Не знаю, мне почему-то хочется что-то необычное. Может быть, розовый какой-нибудь. Не нежный, а именно такой яркий прям. Сегодня в моих планах поснимать тиктоки. Но эти планы у меня уже на протяжении недели. Я каждый день постоянно такая, блин, надо сегодня снять тиктоки. У меня вообще-то это в планах сегодня. Чтобы снять тиктоки, мне нужно разобраться, сложить диван, навести порядок, чтобы у меня тут было место, куда поставить свет и так далее. Вообще, в целом, хочу сказать, что настроение очень хорошее. Вот. Ну и вообще, не знаю, посмотрите тоже, кто ещё не смотрел, видос Славы, эту реакцию. И просто вообще скажите, как вам, даже не то, что мы там обсуждаем какую-то тему, да, а именно нравится ли вам реакция в нашем исполнении. Потом был комментарий о том, что, типа, ой, ну вы не Юлик и Хованский. Типа, не надо. Нет. Да, блин, мы не претендуем на то, чтобы быть ими, потому что мы не они. Они, оними, мы, 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 мы и не они, мы на это не претендуем. И кто-то сказал то, что, типа, у ребят получается органичнее, потому что они делают как-то смешно, а мы просто засираем. Ну, не знаю, мне кажется, что нет. Нет не то, что у них неорганично, нет на то, что мы просто сидим засираем. Там были смешные моменты. Мы очень старались, чтобы было смешно и весело, поэтому не знаю. Даже мне интересно ещё раз пересмотреть это видео, которое мы выставили. Просто на самом деле, я не знаю, кому там что именно смешно. Но мне вот именно смешно, когда там, например, хава... Они иногда такую дичь говорят. Они так иногда засирают жёстко. Но просто они это делают с таким лютым юмором, что, наверное, никто, ну, не обращает на это внимания. Типа, охренеть, вот такие жёсткие. А наоборот, типа, а-ха-ха-ха. Просто я сама ржу, когда они кого-то обсирают. Но они это делают очень классно. Реально, это так. Короче, молодцы. Так, ребят, я сегодня весь день решила провести с чёлкой. Я переоделась, потому что мне привезли подарки. У меня есть одна подружка. Её зовут Кайли Дженнер. Она живёт в Америке. Ха-ха. Так, пупа. Короче, не, на самом деле, косметика уходовая, что там у неё ещё у Кайли есть, появилась в золотом яблоке. И мне вчера прислали вот такой подарочек. Честно говоря, я даже не то чтобы там не мечтала. Я не планировала заказывать себе что-то от Кайли, потому что я не её фанатка. Ну, нет, я на неё подписана, нравится, классно. Но не то чтобы там, типа, о-о-о, у неё вышла какая-то косметика. Мне срочно надо её приобрести. Ну, тем более, с моей-то кожей мне лучше не тестировать косметику. И, в общем, прислали. Но всё равно очень мило, приятно. И я рада, что у меня теперь есть косметика Кайли Дженнер. Кайли Скин. Так что можно будет попробовать. Возможно, моя чёлка вас будет немножко сбивать с толку. Но забейте. Поэтому я нарядилась в розовое, чтобы соответствовать распаковке. Так. Очищающий ванильный тоник для лица. Я уже в своём телеграмме немножко тоже показывала, рассказывала. Так что, если вы хотите следить за всеми моими подробностями из жизни, то подпишитесь на мой телеграм. Ссылка на него есть в описании. Вот такая вот штучка. Не знаю, мне очень интересно, хорошая ли эта косметика. Поскольку я не пробовала, не тестировала, я абсолютно без понятия, насколько это хорошая косметика. От того, что это как бы Кайли Дженнер, мне это ни о чём не говорит. Мне это не говорит о том, что, значит, качество хорошее. Всё упаковано. Можно понюхать. Ну, запах приятный. Ну, ванильный. Очень красивые бутылочки, баночки вот эти. Так, что это у нас ещё раз я забыла? А, это что-то написано. Так, очищающий ванильный тоник. Ну, прикольно. Положим пока обратно. Обязательно напишите в комментариях, если вы пользовались косметикой Кайли. Скин. Как вам? Потому что я знаю, что есть какие-то обзоры даже на Ютубе. Кто-то пользовался и много разных комментариев. Кому-то нравится, кому-то прям вообще не нравится. Поэтому не знаю. Дневной крем для лица увлажняющий. Это прикольно. Крема всегда люблю. Ну, вообще, в принципе, вся косметика всегда приходится. Я, конечно, в восторге от того, как это красиво. Сейчас прогрузится. В своём телеграмме я даже сказала, что я теперь хочу маникюр себе такого цвета. Фанатка! Прям возьму даже баночку эту и пойду делать маникюр такой себе розовый. Очень классный цвет. Но больше всего я хочу не просто розовый, а вот как здесь. Чтобы за розовым был переход в белый. Такая дурнушка. Интересно, хороший крем. Ого, какой он! Прикол. Приколдес. Тоже закрыт или нет? Нет, не закрыт. Ну, наверное, крем как крем. Ну, я всё-таки... Я не знаю, но хочется верить, что косметика у Кайли действительно хорошая, ведь у неё много денег. И почему бы не сделать качественный продукт, да? Найти качественных этих мастеров, которые тебе сварят всякие эти штучки. Ну, изготовить где-то в Италии, в Франции или где-то. Где хорошо изготавливают, не знаю. Сыворотка для лица с витамином С. К сывороткам у меня странное отношение. Я не уверена, насколько они мне нужны. И как будто бы мне нужен специальный косметолог, там, дерматолог, который сам мне подберёт какие-то такие вещи. И я сама обычно стремаюсь что-то такое прям использовать. Хотя вот это у меня такое отношение только к сывороткам, что самое интересное. Всё остальное окей, давайте попробуем. А сыворотки почему-то не знаю, как-то я... Тут тоже вот такая вот баночка. Теперь мы с Кайли подружки. Даже не знаю, как это тестировать, не тестировать. Но выглядит, конечно, всё очень мило, красиво, эстетично. Как там, как это называется? Эстетика. Угораю, конечно, с того, что у Оксаны Самойловой, типа, всё в таком же духе. Я не видела её косметику в лицо, в магазинах, нигде. То есть я не рассматривала её даже только вот на сторисах всяких и так далее. И, конечно, лютый угар, то, что она там очень много всего остырила, скопировала. Ну, не, я понимаю Оксану, розовый действительно красивый, но чёрт возьми. Это же очень тупо. Так, а это какая-то шнюшка, шнюшка, крем для кожи вокруг глаз. Очень интересная здесь штучка. Гляньте. Ну, когда вы там увидите уже? Фокус. Видите, какая здесь штукенция? Очень необычная. Так выглядит и так мой ноготь. Я всё ещё его не починила, жду, когда у меня отрастёт немножко, чтобы не так больно было, когда мне будут наращивать. Это выглядит очень убого. Ладно. Ого, он какой-то странный. Он какой-то жёлтый. Типа, чтобы синяков не было под глазами или что? Я нанесла продукт. По текстуре очень приятно, но почему-то он с каким-то жёлтым оттенком. В таком случае он должен быть синим оттенком, чтобы перекрыть... Нет, он должен быть розовым тогда, чтобы перекрыть синий, например, мешки под глазами, синяки. Ну, фиг знает, я не специалист в этом плане, я просто говорю, чё знаю, чё думаю. Но интересно, интересно. Ну, наверное, я сначала посмотрю обзор на эту косметику, прежде чем пользоваться, не знаю. Не думаю, что прям какая-то дичь будет, но я просто думаю, что не всем подходит, поэтому... Поэтому, да. Да, по сути, можно даже не делать вывода с каких-то там роликов на ютюбе, как кто-то обозревает косметику от Кайли, потому что, может быть, этому человеку она просто не подошла. Но, с другой стороны, я считаю, что... Заказала, кстати, эко-маркет, но он, думаю, приедет скоро. Так, скраб для лица с грецким орехом. Лень открывать, но открою, посмотреть, как это выглядит. Ну, короче, так же выглядит, просто такая баночка. Ну, понятно. Типа, как крем выдавливаешь. Мне скрабы нельзя. Ах, как жаль. Хотя, может, уже и можно, но я всё равно не буду рисковать. Потому что скрабы, вообще, я слышала, это не очень-то и полезно, если честно, для кожи. Ну, насколько я знаю, насколько я слышала. Может быть, я ошибаюсь, может быть, есть скрабы, которые полезны, но мне кажется, что всё равно травмируют кожу, и фиг его знает. Ух ты, а это что? Так, пенка для умывания. Выглядит классно. Ну, как и всё, в принципе. Всё выглядит классно. Вот такой пакет у неё. Вот такая классная коробка. Всё выглядит классно. Кроме моего манитюра. Это же, наверное, как у Оксаны Самойловой будет. Она, наверное, сейчас будет пениться. Я поржу. Стофудово так и будет. Да. Ха-ха. Ох, Оксана. Я не знаю. Я не хочу ничего сказать. Всё в этом мире воруется. Ни у кого нет своих идей. Ну, может, у них хотя бы состав другой. Ладно, не мне судить. Хотя я вроде ни у кого ничего не ворую. Даже про блоги, если что-то сказать. Вообще, мне кажется, я одна из первых, которые начала вообще-то снимать блоги. Всё-таки я сняла чёлку. Я решила не лезть в день, хотя, тем более, что вообще уже другой день. Сейчас полвторого, да, как вы могли догадаться. Мой режим и Славин тоже. Они уничтожены. Вообще, думала, что уже закончу блог. Ну, как закончу? Просто буду снимать следующий день. Но это опять какое-то наплевательское отношение к неделе влогов. И я подумала, блин, нет, отстой. В общем, мы успели покушать. Я приготовила стейки, которые привезли с Экомаркета. Курьер опять как бы опоздал, но я себе в голове установила то, что я его не жду вовремя. Мне пофиг. Я просто сразу жду его плюс полтора часа. Стейк Филиминьон появились, поэтому заказала сегодня. Рыбку заказала. А, ну и все. Я просто заказала два стейка и рыбку. И самое главное, что мы сняли со Славы реакцию на мужское и женское, на его канал. Выйдет в ближайшие дни, но мне в Телеграм кто-то написал, что Юлику, Власову, Кузьме прилетело, короче, по шапке за реакцией на какие-то шоу, типа на первом канале. Я не знаю, на что они снимали реакцию, но ми-ми-мемножечко напряглись. Но самое страшное, что может быть, это то, что видео удалят. Ну, как бы канал же они не удалят. Также сегодня привезли пленку. Я вам на влог не рассказывала, по-моему. Я просто уже запутываюсь в этих соцсетях. А куда ты собрался-то? Там просто много пленок. Там пленки и на большой стол, и на наши. Можем начать с кухонного стола. Так интересно, что же там за пленки и действительно подойдет ли она на этот стол. Мы сняли просто офигенную реакцию на мужское и женское. На самом деле я просто орала там, как я не знаю кто. Потому что... Короче, мы снимали... Там уже кто-то уже в Телеграм написал, типа, блин, я надеялась, что вы снимаете на какие-то жесткие истории, где, типа, пьяницы, алкаши, наркоманы. Но, как бы, Слава вообще не фанат такие вещи смотреть. Посмотрим, может, когда-нибудь и выйдет что-то такое, если реакции вообще, в принципе, начнут заходить сильно на канале Славы. Поэтому мы начали, короче, смотреть выпуск «Богато жить не запретишь». Их очень много. Нам еще этот выпуск дадут опубликоваться. Ну, опубликовать-то мы, я думаю, его опубликуем. А вот что будет, да? Вот это упаковочка. Да. Как тебе, Зай, то, что мы сейчас снимали? Мне понравилось. Мне и первая реакция понравилась, потому что мы так прям добротненько посмеялись. Ага. Короче, да, это офигенно. А, почему я орала-то? Просто выпуск, на который мы снимали реакцию, там была одна чувиха, которую я знаю, и я знаю про нее всякие грязные секретики, тайные, и я прям жестко накрысянищила в этой реакции, поэтому надеюсь, что ее получится выпустить. Ну, мы это точно выпустим. Главное, чтобы просто первый канал не заблочил. Я не знаю, как это работает, и мы вообще, вообще, во что мы ввязываемся? Как это работает? Если правообладатель разрешит монетизировать на своем канале видео... Да, монетизировать, это же пигня. Ну, или даже просто это видео имеет... А правообладатель имеет право и удалить это видео. Спокойно. Но он имеет право на этом видео зарабатывать. Да. Типа, и это было бы глупо. Окей, пусть это смотрят, но мы из этого заработаем. Да, и это было бы глупо, типа, телеканалу, типа, удалять такие видосики, потому что они с них зарабатывают тоже. Тяжелая трубка мира. Это на даче, на большой стол, в баню к нам. Ты разматривайся, разматривайся. А это куда? Какое? Квадратное? Да. На нашей рабочей столы. Там две должно быть таких. Ты как из прикола, помнишь, типа, соседи, которые живут сверху? И там они, типа, стучат, барабанят, каблуками ходят. И они очень стараются всегда сделать необычный звук для соседей снизу, типа, там, боулинг-шары, типа, еще что-то. Да, может быть, он присосется, и потом выклушен, но все равно он по размеру. У нас стол просто необычный и в необычной форме. Блин. Ага, ну да, необычно. В смысле, необычно. И они еще почему-то зачем-то его сделали именно этот, таким, типа, зернистым с этой стороны. Так это может его другой стороны. Может. Но просто тут он еще выгнутый, из-за того, что он был скрюченный. Ну, этот он потом расправится. Да, но у меня есть предположение, что наоборот надо. Ну, фиг знает. Мне кажется, кверх ногами. Знаешь, почему кверх ногами? Потому что вот этот стол, на нем, типа, скользить будет вот эта штука. Смотри. Я даже не знаю. Да. А ребристую поверни. Тоже скользит. Ну, все равно мне так больше нравится. Давай так поставим. А вот так тоже скользит. Ну, фиг знает, короче. Ну, да. Да, вот тут немножко. Но, на самом деле, это не мастера виноваты, которые изготавливают пленки. А просто у нас стол немножко необычной формы. Я им присылала фотку сверху. И у них есть специальная программа, которая, ну, вычисляет. Типа, они сказали, а, ну, это, типа, понятно, обычная форма вот такая-то. Но, на самом деле, я думаю, что вот у них даже более правильный вот этот овал пленки, чем наш стол. Ну, ладно. У нас просто стол, он вообще, как бы, еще больше делается. Вот тут зарядку. Зарядка – это мелочь. У меня больше вот эта херня. Да, подожди, подожди. Это может уже в конце. Тебе приподнять? Да, смотри, приподнять. Так, сразу же. Мне кажется, поверх нога не надо. Почему? Видишь, она загибается тоже тут. Ну, давай. О, господи. Теперь ту палочку. Ну-ка, все отлично. Ох, да, тут ничего не подвинешь. Прямо как будто новый стол. О, офига, это что у тебя? Где? И на эры? А, да это на рекламу. Это в другом видео посмотрите. Всех заинтриговал? Блин, посмотри, выглядит как новый стол. Из-за того, что он с такой поверхностью стал отражающий. Очень классно. У тебя тоже есть такая. Будет очень классно. Нашла. Нашла. Приклеивается. Как вернуть назад? Я не хочу. Такого. Блин. О, зато так она не бесит меня. Так, надо сесть комфортно и представить, где мне будет комфортно держать мышку. Все равно через время мне будет некомфортно. Или подальше. Кстати, прикольно, что она приклеивается. Я не знаю, где, откуда она вообще, где ее брала. Может, в республике. Не знаю. Так что вот такая вот классная атмосфера тут у меня получилась. Ну, блин, очень классно. Все-таки я прям очень рада. Да, у меня не будет постоянно бесконечного варианта, где хочешь на огромном участке возить мышкой. Но так стол выглядит прям очень классно. Намного лучше, чем вот эта поверхность. Ну, типа она обычная. А с этим сразу как будто бы стол стеклянный, дорогой. Ну, прям. Мне прям очень нравится. Прям респект. Вообще у меня классный стол. Мне нравится мое рабочее место. Прикольное. Он такой атмосферный, уютный, девчачий в какой-то степени даже. Белый стол. Там место для собачки. Да, там провода, конечно. Ну, ничего не поделаешь. Вот такой вот у меня стол. Мне кажется, мило. Тут у меня всякие штучки, всякие коробочки, фоточки, рисуночки всякие классненькие, которые радуют мой глаз. Вот это, кстати, мне Слава подарил на Новый год в честь моего трека. Прикольно. Мне нравится. Тут у меня мое достояние стоит. Да нет, классно вообще. А наверху я храню дорогущие пакеты. Ну, это просто калискин. Вообще, такое все классное, розовое. Теперь хочу комнату в розовый перекрасить. В общем, ладно, ребят, все. Мы безумно устали. Вы представляете, 2 часа ночи почти. А, все окей. Еще весь этот мусор надо будет завтра выкидывать. И посудомойку ставить. Единственное, что мне не нравится, что получилось, это стол на кухне. Но, я думаю, и так сойдет. Я не знаю, я не понимаю. Блин, короче, все было бы круто, если бы не вот это. Но, как я и сказала, это не вина мастера, поэтому... Потому что я смотрю, этот овал, он именно такой прям овальный. А у нас стол, видим, немножко другой. Но, в целом, все равно выглядит хорошо издалека. И, в любом случае, стол будет меньше портиться. Так что, мне нравится. Классно. Классно. А так, сказать честно, я устала, как собака. Поэтому, ребят, я вас люблю, целую обнимаю. Извините, если этот влог получился не таким, как вы хотели увидеть в последний день недели влогов. Но, я думаю, что я немножко вымоталась снимать неделю влогов, как всегда. Но, в любом случае, надеюсь, что вам понравилось быть со мной, проводить со мной время. И это не конец. Неделя влогов заканчивается, но это не значит, что я могу несколько дней подряд выпускать влоги и все такое. Я буду стараться снимать все равно как можно чаще. Вот. Так что, просто надо немножко передохнуть. И, может быть, снять рубрику темы. Так что, все, люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.